Казанский университет Все время ходят легенды о том, что здесь ночами, видимо, какими-то специальными ночами, появляются привидения, что иногда ночью что-то такое холодное пробегает по их шее, плечу, талии. Но не только ночные сотрудники ощущают мощную энергетику в высшей школе в позднее время. Например, запозднившиеся на занятиях студенты не перестают удивляться тому, как меняется ЦИД после захода солнца. Ночной университет. Что может быть лучше ночного университета? Днем он хорош, а ночью еще лучше. Ах, как здорово. Объяснить происходящее сложно, но мы попытались. Все, что связано с аномальными явлениями, мы только предполагаем. Все-таки это бывшая клиника, место, где люди приходили с хворями, с самыми тяжелыми своими проблемами в здоровье, оставляли здесь массу этой энергетики в процессе выздоровления, а некоторые, увы, не выздоравливали. А прошедший ремонт еще раз подтвердил, что высшая школа журналистики скрывает в своих стенах еще очень много загадок. Причем в прямом смысле этого слова. Находили камины, где были сложены газеты многих-многих десятилетий назад. Издание уже заготовленное было под то, чтобы разжечь их. Конечно, там строители говорили, что чего-то у них там гуляют, полы что-то трещит и свистит. И в том числе, что чего-то они находят, что говорит о былых делах. На этом наши поиски аномальных явлений не заканчиваются. Также нам удалось выяснить, какие загадки таит в себе Анатомический музей КФУ, и Первая химическая лаборатория, и многое другое. Что скрывает в себе эти места, мы расскажем в наших ближайших выпусках. Однако, несмотря на все существующие поверья, ни одно аномальное явление ни разу не напугало студентов. Возможно, университет охраняет лишь добрые силы. Кто это может проверить? Никто. Так же, как никто не может опровергнуть. Хотя, одно нам известно абсолютно точно, стены вуза хранят в себе очень много тайных загадок, которые нам только предстоит постичь. Аделя Шемилова, Ленардо Ватьяров, Роман Самарин и Ниберниус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова